От активных действий природоохранных ведомств зависит жизнь Байкальского региона. Президент России призвал строже подходить к охране озера, его притоков и уникального эндемика – Омоля. Перед началом публичный слушанный главный госинспектор рыбоохраны Бурятии перечисляет факторы экологических проблем. Это не только браконьерский лов Омоля, это еще и экологическая ситуация. Видите, что и объем, уровень воды в реках, низкий уровень воды в Байкале падает. Потом увеличение количества нерпы, увеличение количества бакланов, общая экологическая ситуация. Слушания определяют меры по контролю за хозяйствующими субъектами. Упор делается на информационной технологии, когда предприятия заранее отчитываются о принятых мерах по соблюдению экологических требований. Результат не стал себя долго ожидать. По результатам проверок не было выявлено ни одного замечания. Предприятия были довольно-таки серьезные. Проверяемые у нас управление дорог Южный Байкал, Тугнуйский ПТО, ЗАО БЛК, Уландынский авиационный завод. Вместе с тем специалисты обсудили меры по надзору за предприятиями. Саботаж работы надзорных органов – серьезное правонарушение. Хотелось бы отметить вот такой вот вопрос. Когда заходим на проверку, идет полное игнорирование со стороны, скажем так, подхозяйствующего субъекта. Но у нас определено статьей 12, пунктом 7, это за срыв проверки, у нас идет привлечение по статье 19.4, 4, это пункт, часть 2. Еще одна головная боль – искусственное воспроизводство омоля, которым фактически не занимались несколько лет. Сейчас же в Бурятии с 20 апреля начался весенний нерестовый период. Он накладывает ряд ограничений, кроме любительского рыболовства, на Селенге и в Байкале. Нам Сарын, Нам Сараев, Сергей Петров, Новости дня.